Привет всем! Сегодня смартфон UA знакомит вас с долгоиграющим Fly IQ4502 Quad Era NRG1. Его визитная карточка – аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой функции Powerbank, что позволяет ему делиться зарядом с другими девайсами. Как реализована данная функция и чем еще способна обратить на себя внимание трубка стоимостью 160 долларов, давайте смотреть вместе. В комплектном поставке смартфона, помимо него самого, предусмотрен кабель microUSB-USB, адаптер зарядного устройства, инструкция пользователя, гарантийный талон, гарнитура с микрофоном и кнопкой ответа, плюс переходник с microUSB на USB-порт. Fly Era NRG1 не выделяется броской внешностью. Его дизайн – это скорее удачный пример минимализма и лаконичности в сочетании с неплохой, как для 5-дюймового аппарата, эргономичностью. Большой палец руки удобно ложится на кнопку питания и качельку регулировки громкости, которые находятся на правом торце и аккуратно вписаны в тонкий глянцевый ободок, опоясывающий корпус девайса по всему периметру. А вот порт microUSB и 3,5-мм аудиовыход расположились на верхней боковушке. Тыльная панель смартфона с обустроенным здесь глазком 5-мегапиксельной камеры, LED-спышкой и выводом мультимедийного динамика получила маркое, но в то же время приятное на ощупь софт-тач-покрытие, которое не позволит аппарату случайно выскользнуть из руки. Кстати, крышка аккумуляторного блока съемная и прячет под собой батарею, слот для microSD-карт и два для сим-карт. Помимо пластика, задействованного в качестве основного материала корпуса, здесь присутствует также устойчивое к царапинам стекло. Последнее традиционно прикрывает переднюю панель, которую делят между собой 5-дюймовый дисплей, глазок VGA фронтальной камеры, датчик освещенности приближения плюс три аппаратные сенсорные клавиши с яркой подсветкой. Из-за мощной батареи Fly Energy 1 довольно увесистый. В руке лежит надежно. Качество его сборки отличное. Нет ни скрипов, ни люфтов, ни прогибания каких-либо элементов. В основе дисплея TFT-матрица с, откровенно говоря, слабыми углами обзора. При диагонали 5 дюймов разрешение экрана 480 на 854 точки. Плотность пикселей на дюйм 196. Зерно, разумеется, присутствует. Кроме того, дисплей обладает небольшим запасом яркости и контрастности, в результате чего ощутимо свепнет на солнце. Уровень подсветки можно регулировать как вручную, так и автоматически. Сенсорный слой емкостного типа обрабатывает два одновременных касания. Его чувствительность средняя. Fly Era Energy 1 получил вполне классическое для бюджетных смартфонов оснащение. За производительность отвечает четырехъядерный процессор Mediatek 6582M с тактовой частотой 1,3 ГГц, графиком Ali 400 MP, а также всего 512 МБ оперативной памяти. Впрочем, как показала практика, этих полугигабайта достаточно для плавного воспроизведения видео в HD-качестве и даже комфортной игры в Asphalt 8. Пользователь получит аппарат под управлением Android 4.4.2 KitKat, что большой плюс для бюджетного девайса. Среди беспроводных модулей Wi-Fi с технологией Wi-Fi Direct, GPS, SafeGPS, Bluetooth 4.0 и другие. Кроме того, аппарат получил поддержку двух сим-карт. Объем встроенного флеш-накопителя 4 ГБ. Предусмотрена возможность его расширения с помощью microSD-карт до 32 ГБ включительно или посредством подключения флеш-накопителя по стандарту USB OTG. А вот главное, ради чего стоит обратить внимание на FlyEra Energy 1, аккумулятор емкостью 4000 мАч. По официальной версии в режиме ожидания устройство проработает до 250 часов, а в режиме разговора до 15. Слушать только FM-радио можно в течение 50 часов. Смотреть HD-видео при средних яркости экрана и громкости 6 часов. Если уж захотите поиграть в игрушки типа Asphalt 8, это вас получится делать на протяжении 5 часов. От USB аккумулятор заряжается очень долго, в течение 10 часов. От сетевого адаптера 3,5-4 часа. Еще одна отличительная особенность тестируемого аппарата, которая может быть крайне полезным для путешествующих людей, поддержка функций PowerBank. Последняя позволяет использовать смартфон в качестве дополнительной батареи или портативной USB-зарядки для других устройств. Либо же самому живиться от них, но только в том случае, если последние поддерживают спецификацию USB OTG. Все, что для этого необходимо, кабель microUSB-USB и переходник с microUSB на USB-порт из комплекта поставки. Смартфон Iconbit Mercury XL с аккумулятором на 1750 мАч, к примеру, от Flyera Energy 1 удалось зарядить за час на 20%. Последний, кстати, при этом потерял 16% заряда. Что касается динамиков, то в тестируемом смартфоне их два – коммуникационной и громкой связи. Разговорный достаточно громкий, собеседника слышно отчетливо. Мультимедийный, обладает неплохим запасом мощности, но на максимальном уровне громкости издает несколько неприятные уху шумы. А вот в наушниках-капельках, предусмотренных комплектом поставки, Flyera Energy 1 звучит очень даже хорошо. Смартфон оснащен двумя камерами. BGA фронтальной, записывающей видео в разрешении 640 на 480 и 5-мегапиксельной основной, с LED-вспышкой и возможностью записи Full HD роликов. В последней отсутствует автофокус, в результате чего снимки получаются не всегда четкими. Впрочем, при хорошем освещении удается сделать порой довольно неплохие кадры. Предусмотрен широкий набор настроек и режимов как для фото, так и для видеосъемки. Что ж, свежая версия Android. Производительность, достаточная для выполнения повседневных задач, поддержка Dual SIM, дополненная аккумулятором внушительной емкости и поддержкой функции Powerbank на фоне стоимости в 160 долларов делают модель FlyQuad Era Energy 1 интересным вариантом смартфона для тех, кто любит бывать вдали от дома, где розетка – это недостижимая роскошь. С учетом этих достоинств, даже выявленные недостатки в виде малого объема оперативки и не самого качественного экрана кажутся уже не столь значительными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова